всем добрый день здравствуйте у нас с вами сегодня прямой эфир по теме финансовые пирамиды и сегодня у нас с вами будет прямой эфир с гостем марат софиуллин я надеюсь что у нас не будет проблем с подключением так секундочку сейчас ждем ждем пока к нам подключится марат вижу что есть ожидание надеюсь что все у нас будет замечательно здравствуйте александра здравствуйте что у нас нету проблем с подключением вы самый быстрый спикер который быстрее всех вошел в прямой эфир и быстро сориентировался просто потрясающе марат ну я вас представила вчера в stories и подписчики уже пошли на ваш сайт пошли на ваш youtube канал уже начали активно изучать информацию на самом деле даже не вопрос сегодня прислали поэтому в общем мы с аудиторией подготовленные к нашему сегодняшнему эфиру очень хочется вас попросить представьтесь пожалуйста сами вот чем занимается ваш фонд вообще какой у вас основной род деятельности ну и про себя пару слов пожалуйста александр спасибо большое для нас это большая честь работать с вами что такое федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров это некоммерческая организация которая помогает людям попавшим в тяжелую жизненную ситуацию я говорю про людей которые попали в лапы финансовых мошенников то есть вот эти люди пострадали финансовых пирамид и мы им помогаем помогаем финансово выплачиваем компенсацию ну чтобы нашим зрителям было понятно это уже 2 миллиарда компенсаций было выплачено полтора миллиона человек эту компенсацию уже получил откуда деньги как это обычно бывает фонд уже порядка двадцати лет не получает бюджетного финансирования и мы все доходы получаем от финансового рынка у нас три инвестпортфеля и я думаю что вашим подписчикам прекрасно известно как сложно зарабатывать на финансовом рынке поэтому ну скажем так это очень удачный пример вложения средств на российский финансовый рынок а у нас ограничение мы не можем вкладываться на зарубежные а в зарубежные площадки зарубежные активы и все доходы которые мы получаем мы тратим на людей на выплату компенсации на правовую помощь естественно людям бесплатно предоставляется и финансовое посвящение повышение финансовой культуры повышение финансовой бдительности поэтому вот так и живем александр марат вы сейчас ответили на вопрос который мне вчера задали несколько человек что у вас на сайте написано что вы не получаете собственно никаких выплат от государства откуда тогда деньги мне все где деньги откуда взяли то есть марата расскажите пожалуйста еще наши здесь инвесторы собрались вообще ваш опыт личный в инвестициях вы сами как инвестируете у вас есть портфель александр конечно у меня есть портфель и я действительно инвестирую другое дело что ну я стараюсь об этом не громко не рассказывать потому что ну все очень любят разговор говорить про свои успехи а некоторые любят говорить про неудачи я вот стараюсь вообще ничего не говорить но чтобы нашим зрителям было понятно о чем идет речь да если у меня есть у меня есть я его открыл 2015 году потому что я внимательно наблюдал за базой но поскольку мне было понятно что такие счета существуют во всем мире какие налоговые преференции это дает и мне было все абсолютно понятно но естественно я хитрый товарищ и я первый же год положил примерно 10 тысяч ну так посмотреть что же будет происходить и ну скажем так сперва мне это немножко разочаровала потом я подумал ну хорошо время идет а там же три года истории как минимум и последующие годы я добросовестно ценой неимоверных усилий вкладывал по 400 тысяч да и ну я мы же все же прагматичные люди поэтому понятно что типа сейчас выигрывали но это отдельная история если вашим подписчикам будет интересно я расскажу другие забавные истории так вот три года добросовестно два года добросовестно плавал по 400 тысяч на свой счет доходность ну то есть когда я его закрыл через четыре года у меня получилось где-то в районе ну тысяч двести дополнительного дохода я получил я не смотрел сколько это в процентном соотношении мне был интересен сам эксперимент поэтому да я инвестирую да у меня есть инвест портфель но у меня есть как взлеты так и падения и это нормальная ситуация фонд инвестирует уже 25 лет поэтому с кого и брать пример так это с федерального фонда и вы инвестируете соответственно ваш фонд инвестирует только в российские активы давайте с вами обсудим вот вообще в целом финансовая пирамида вот что такое финансовая пирамида и вот самое важное какие вообще основные признаки откуда они вообще появились как они образовываются в нашей стране александра действительно замечательный вопрос и тут вот главное сказать первое чтобы нашим зрителям было понятно вообще термина финансовая пирамида не существует то есть мы все говорим финансовая пирамида финансовая пирамида а вот такого юридического термина нет поэтому формально финансовых пирамид не существует есть финансовое мошенничество и всем наверное зрителям понятно всем подписчикам вашим тоже 159 статья она всем хорошо знакома уголовного кодекса но не все знают про 172 статью 172.2 уголовного кодекса которая в принципе показывает схематоз работы пирамиды по принципу концы ну краткая справка концы в общем то известный махинатор примерно 30-е года соединенных штатах америки самая первая пирамида современности так вот это тогда когда людям выплачивается доход за счет новых пришедших участников то есть а вчерашние люди получают доход за счет людей которые пришли сегодня и наоборот те люди которые пришли сегодня надеются получить деньги людей которые придут завтра эти деньги не инвестируются поэтому никакой доходности по ним нет количество денег ограничено и формально это можно сказать просто переспределение денег среди одних людей между другими по очередности вот и все очень просто но еще раз повторюсь юридического термина нет а вообще 172 статья уголовного кодекса так называемая анти пирамидная статья четко характеризует весь схематоз работы пирамиды марат вот мне каждый день присылают какие-то знаете ссылки на разные сайты спрашивают александра вот смотри здесь написано гарантированно 30 процентов долларов в день или еще какие такие цифры и люди не до конца вот и все выглядит на самом деле убедительно то есть я прекрасно по я захожу на сайт я понимаю 30 процентов долларов день но не может быть такой доходности даже в самом вот сне каком-то который может только присниться но я захожу на сайт и выглядит все очень убедительно ну то есть если бы я была бы там не финансово неграмотным человеком и не понимал бы в инвестициях то вот просто я самый простой обыватель я захожу на сайт и для меня это ну вот когда я не понимаю что такой сложный процент и прочая история для меня это кажется ну какой-то ну вполне может быть реальной суммой вот как вообще человеку отличить финансовую пирамиду вот самому самому финансово неграмотному давайте так вот как мне сейчас моей бабушке там родителям и так далее донести информацию как отличить финансовую пирамиду от организации предоставляющие легально финансовые услуги александра это хорошо рассказать простым людям как в общем-то не попасть в финансовую пирамиду исходя из признаков финансовой пирамиды то что вы спросили давайте говорить о простых вещах вот опять признаков финансовых пирамид первое это отсутствие лицензии банка россии мы все понимаем нет лицензии работать на российском рынке не можешь рекламировать свои продукты не можешь продавать их на территории россии не может можно посмотреть на сайте центрального банка прям вот заходим не любого финансового посредника в первую очередь так лицензии пожалуйста где у вас справочник действительно нажимаете все очень просто нет к нет компании которые вы набрали там по грн можно поискать по иным но по именованию нету компании значит перед вами не участник финансового рынка идем дальше обещание и гарантирование высокой доходности это сразу два признака недобросовестности то есть вам обещают много и обещают что точно дадут это ну скажем запрещено первое гарантирование доходности запрещено это противозаконно за исключением банковского сектора экономики и ну обещание высокого дохода вот тут вот и кроется кавер за многих пирамид чтобы пирамида стала известной чтобы она привлекла ваши деньги она должна быть заметна она должна вам пообещать немножко больше чем все остальные поэтому вы должны понимать ну что такое уровень выше рыночного ну давайте говорить проще чтобы было понятно и любой бабушки это уровень ну скажем так выше банковского депозита а да и вы абсолютно правы александр как сказали там 30 долларов в день да там может быть там 10 до 10 процентов доходности в день все может быть в жизни абсолютно все и в какой-то момент времени в моменте любая бумага может показать вот эту астономическую доход но все мы должны понимать что вот есть банковский депозит где фактически риски для человека нулевые но когда вы идете в другие финансовые продукты риски повышаются доходность повышается скажем так вещи которые всегда находятся вместе поэтому смотрите обязательно за тем рыночным уровнем доходности которые вам обещают он должен вас скорее всего смутить а четвертый признак я называю цифры можно реальной рыночной доходности то есть вот объективно среднестатистическая доходность которая может давать там в рублях это 15 процентов годовых это мы сейчас говорим про рынок акций среднестатистическая за длительную дистанцию если мы говорим про долларовую доходность это восемь процентов год это реальные доходности которые получаются за счет длительного среднего инвестирования то есть в один год плюс 10 процентов другой минус пять в третьей плюс 15 и вот в среднем получается 8 то есть если вы слышите о доходности больше 15 процентов в годовых рублях или 8 процентов годовых долларов то вот Это те цифры, которые должны вас испугать дальше, задуматься, доставить. Александр, вам виднее. Так вот, идем дальше. Назвали уже три признака. Лицензия, обещание и гарантирование доходности. Отсутствие транспарентности компании. Сложные слова. Отсутствие прозрачности. Вам говорят про какой-то инвестпроект. Вы имеете статус инвестора. Вам говорят про какие-то мифические доходности. При этом вам не рассказывают суть этого бизнеса. А вы, как инвестор, обязаны знать, откуда же берется эта доходность. Покажите, пожалуйста, конкретный результат вашего инвестирования. Во что мы инвестируем? Куда идут мои деньги? Не показали? Ну, значит, это еще один признак недобросовестности. И последнее, пятое. Давайте назовем это такой косвенный собирательный признак. Отсутствие, нет, скажем так, известное имя компании, которыми мигрирует какой-то подизвестный бренд. Или, например, вам говорится про легенду возраста. Ну, например, вы видите, что компания родилась в этом году, а вам говорят об успешном бизнесе с 2014 года. Вы спрашиваете, как? А вам говорят, ну вот, это группа компаний. Покажите, пожалуйста, где вы созданы там. То есть покажите тот момент, когда вы начали деятельность. Отсутствие вот такой вот, наличие такой легенды, недостоверности имени, тоже должно случиться. Поэтому государство сделало такой маркер в стратегии развития финансовой грамотности. Доля россиян, которые... Доля россиян должна увеличиваться тех... Скажем так, количество россиян должно увеличиваться, которые готовы назвать признаки финансовой пирамиды. Это сложно сделать. И то, что мы сейчас назвали с вами, вот эти пять признаков финансовой пирамиды, это сложно для ваших подписчиков, для наших зрителей и для вашей бабушки тоже. Поэтому мы как фонд пошли дальше. Мы сделали свой YouTube-канал, свой портал СтопПирамида и делаем специальное видео для простых людей, где расчленяем действующие, вот тут вот дисклеймер, что это действующие пирамидальные проекты, разделяя их на составные части, где мы показываем все признаки добросовестности проекта. И обыкновенный человек может определить, тот же находится перед ним. Мы все знаем прекрасно, что любое знание лучше получить на практике. Так вот, теоретические знания пяти признаков финансовой пирамиды в принципе ничто, пока вы не поработали с каким-то конкретной лягушкой, мышью и, в общем-то, поняли, как это работает. Посмотрите, уважаемые зрители, СтопПирамиду. Хотя бы несколько проектов, мы сегодня будем о них говорить. И достаточно будет для вас аргументов. Просто интересно. Прокомментируйте видео. Если понравилось, поставьте лайк. Мы прям обязательно ссылочку под этим прямым эфиром оставим на канал, чтобы можно было еще раз посмотреть. Вопрос тогда вот такой. Я знаю, что у меня родственник, допустим, уже находится в пирамиде. И вот я сейчас понимаю, что я отправила деньги в финансовую пирамиду. Ну или я сомневаюсь в том проекте и думаю, так, надо бы их забирать. Что делать, когда вот ты все, уже находишься в эпицентре этого события? Куда бежать? Как спасаться? Как последние деньги забирать свои? Если еще есть что, забирай. Александр, ключевое слово – бежать. Вот ключевое слово – именно бежать. Ждать больше не надо. Если вы понимаете, что перед вами пирамида, ну, нужно себе признаться, что в этот раз я здорово оплошал, но ждать больше нельзя. Счет идет на минуты. Поэтому собираемся и бежим в полицию, подаем заявление. По результатам заявления получаем квиток, что ваше заявление принято. В заявлении пишем все те важные моменты, но не для вас, а для следователя, чтобы он по этим доказательствам мог определить, когда случилось правонарушение, что именно было вам сказано, как происходил обман, куда делись ваши деньги. Желательно принести с собой все документы. Сейчас многие пирамиды не оформляют никаких договоров, никаких отношений между вами нет, кроме банковских транзакций. Вот если такие были перечисления, допустим, с карты на карту, или еще что-то было такое, доказательства несите с собой. Это здорово поможет следствию, по крайней мере, понятно, куда делись ваши деньги. Маната, вот сейчас пирамиды используют биткоин, и дальше биткоин конвертируют во внутреннюю валюту. То есть фактически найти, куда пришли мои деньги и кому они пришли, нельзя из-за того, что теряется этот самый электронный след. Вот в этих случаях получается как-то добиваться каких-то разбирательств, или это новый вид такой пирамиды, с которым бороться сложно? Александр, и да, и нет. Всегда остается след. То есть вот так уж устроен цифровой мир, следы остаются. Это первое. Да, но вы правы, найти сложно, поэтому многие бендеры используют вот этот вот момент, чтобы скрыть ваше финансовое отношение. Вам говорится о том, что у нас вот есть такая специфическая внутренняя единица расчета, какой-то там крипто кэшбэрикоин. Вы обязательно его должны купить на свои фиатные деньги, на рубли, доллары, биткоины. И вот дальше мы будем вам начислять доход в этих же криптовалютных единицах. Примеров масса. Ну вот давайте возьмем самый известный пример. ФИНИКО. ФИНИКО, ну, это универсальная пирамида. Такой универсальный пирамидальный проект. Кстати, заведено совершенно недавно уголовное дело уже по ФИНИКО. Буквально немного времени прошло. Расследование, я думаю, ведется. Так вот, там как раз был такой элемент цифрон. Люди должны были перевести, ну да, купить этот цифрон. Стоил он, по-моему, один цифрон, один доллар, и нужно было купить минимум 3 тысячи цифронов. Они все время меняют эту историю. Но суть в том, что у нас есть внутренняя единица расчетов. Как только вы передаете деньги в эти расчеты, след теряется. Поэтому доказать действительно сложно. Но, опять же, все зависит от того, когда вы заявили о нарушенных правах, когда вы поняли, что вы пострадали. И чем раньше это произойдет, тем лучше. К сожалению, 50% россиян не приходят в полицию. Не знаю, что ими движет, но явно они думают, что как-то им какое-то сказочное развитие событий поможет вернуть деньги. Вот тут вот, как говорится, счет идет на минуту. Поэтому, возвращаясь обратно к вам, бежать. Бежать, срочно, взяв под мышку и все доказательства правонарушения. Марат, вчера получила такое сообщение. Вам хотела его как раз зачитать. Девушка пишет, что она знает, что она участвовала в нескольких финансовых пирамидах, но она участвовала на ранней стадии и выходила из них до момента обрушения, до того, как переставали платить эти пирамиды. Вот, собственно, есть ли успешные кейсы людей, которые, понимая, что они участвуют в такой математической игре вероятности, заходят, выходят и на этом зарабатывают? Или вот это, как бы, так есть история и сказки больше? Ну, давайте все-таки назовем, что это какая-то история финансового антиризма. Да, есть такие люди, и это примерно 14-15% россиян имеют такое характерное поведение, то есть готовы рискнуть и вложиться в финансовую пирамиду. Ну, даже если они понимают, что это финансовая пирамида в надежде вовремя выйти. У некоторых, может быть, и получается, но большинство теряют свои деньги. Почему? Да потому что пирамиды строителей явно не задумываются о тех людях, которые вот тоже так готовы проплыть в одной лодке до первого пункта для первой пристани, а дальше выйти. Да нет, я в лодку вас сажал исключительно не для этого, чтобы вы смогли выйти. Под любыми предлогами будет явлено сумасшедшее доказательство, что вы сейчас покинуть компанию не можете. Ну, либо вместе к дну идем, точнее, скажем так, идут к дну только ваши деньги. Так вот, формально человек является соучастником. Не знаю, как к этому отнесутся правоохранительные органы, но если смотреть с этической точки зрения, ну, ведь это же не ваши деньги, да? Это деньги вы не заработали. Это деньги из кармана другого человека. Ничто другое, как аморальный заработок. Поэтому, ну, если вы испытываете там угрызение совести, ну, наверное, лучше вернуть. Возникает вопрос, как? Обратно отдать мошеннику, сказать, ну, нет, я все-таки проверил и, в общем-то, вам не верю, сомнительно. Поэтому, ну, наверное, рано или поздно начнется какое-то расследование и, возможно, что ваша помощь следственным органам окажется правильной. Ну, вот сейчас многие подумают, вот такие высокие материи, там нужно вернуть, потому что заработал и заработал. Так вот, давайте я приведу небольшой исторический пример. Соединенные Штаты Америки, да, самая крупная пирамида современности, Мэридольф Инвестментс Лимитед. Мэридольф Мэдов, собственно говоря, известный персонаж, севший на 150 лет. Но не все знают конец этой сказки. Так вот, всем инвесторам этой компании вернулось примерно около 76 центов с доллара. Как? Очень просто. Весь менеджмент компании, все родные и близкие семьи Мэдов были вынуждены отдать свои средства, имущество по погашению долгов. Эти средства были истребованы. Там даже, ну, если будет интересно зрителям и будут вопросы, я готов ответить, что произошло с семьей Мэдов. Там весьма печальные последствия. Так вот, ну, во-первых, плохие деньги до хорошего не доводят. Это, наверное, первое. Второе, ну, неизвестно, кто будет признан соучастником. Может быть, ваша допропорядочная знакомая вдруг окажется под таким пристальным взором правоохранительных органов. Знаете, не все хотят оказаться фигурантами какого-то такого дела. Ну, и третье, а надо ли вот это все было затевать, чтобы получить какую-то там странную доходность? Не проще ли вот получать нормальную доходность? Да, может быть, это не сумасшедшие, не бешеные проценты, но в конце концов, но это же всего лишь деньги. Лучше спокойно зарабатывать, чем все время трястись сил. Придут, не придут, вдруг придут. Марат, вот очень много вопросов сейчас было в комментариях, вижу, про те пирамиды, которые есть сейчас. Вот давайте, может быть, несколько из них обсудим. Есть у нас Кэшбери известная, да, на сегодняшний день. Есть Агра, забыла, как-то вот их там, Агра какой-то, типа, Холдинга и Финика. Вот это из последнего, такие самые крупные и популярные. Может быть, расскажете какие-то основные моменты по ним, что с ним происходит, потому что из Финика, честно, я все лето получала просто десятки сообщений людей, которые мне говорили, да ты ничего не понимаешь, Финика это не пирамида, иди расскажи всем, что Финика это не пирамида, ты на них, я их там в какой-то постер написала, что вот смотрите, финансовые пирамиды, новая, модная, по принципу сетевого маркетинга развивается. И, собственно, это была, наверное, самая громкая история 2020 года, в которую попало огромное количество молодежи, вот что удивительно, да, то есть мы всегда говорим о том, что пирамида это про пенсионеров, а это вообще проект был построен на молодежи, такой прям, действительно, людях, которые явно нельзя их отнести к финансово неграмотному какому-то поколению. Александр, наверное, да, вот я, знаете, смотрю сейчас в верхний угол и вижу там на циферке там 156, 160, скачет все время. Вот это для тех наших зрителей сейчас будет информация, так что внимание. Дорогие ребята, вот имейте в виду, что это большое заблуждение, миф, что пирамида существует для пенсионеров, для богатых или для бедных, людей, которые не имеют социального статуса или которые там с каким-то немыслимым образованием. Пирамида есть для всех. И это обыкновенный продукт, который, в общем-то, делается мошенникам для того, чтобы завлечь определенную категорию людей. Пенсионеры не придут в пирамиду, которая, ну, наверное, не придут, если это не продвинутый пенсионер, в какую-нибудь там криптовалютную историю. То есть вот они явно просто не бывают в тех местах, где это позиционируется. И, ну, скажем так, студент, который готов инвестировать в очередную криптовалютную легенду, явно не придет в Аграрусь, чтобы достопочтенно разместить свои средства в сельское хозяйство России. Нет, это может быть и хорошие инвестиции, но просто это разные целевые аудитории, для них разные каналы распространения, для них разные легенды. И проверяются они тоже по-разному. Но и в тех и других случаях можно потерять деньги. И я вот вижу, что у нас уже 171 целый человек, поэтому, дорогие ребята, имейте в виду, что и для вас есть своя финансовая пирамида. Поэтому тут вопрос только, что сильнее вас провоцирует на действия. А для мошенников важно, чтобы вы все-таки начали совершать какие-то действия. Ведь вам, ну, думаю, раз в неделю ведь точно раздается звонок, и какой-то мошеннический колл-центр обещает вам что-то сделать с вашей карточкой, предоставить вам какие-то исключительные бонусы про инвестирование ваших средств. А что сильнее заставит биться ваше сердце, то мошеннику и нужно. Поэтому, как бы сейчас не странно прозвучал мой совет, ну, старайтесь не реагировать на такие вещи, будьте холодны, торгически холодны для таких вот сказочных предложений. это сложно делать. вот, например, вчера я был в МФЦ, ну, казалось бы, да, сложно найти на территории МФЦ пирамиду. Открываю газету, то есть, скопление людей, да, я получаю талончик, беру одновременно газету, потому что пока я стою в очереди, я почитаю газету. На 13-й странице я нахожу рекламу ПК Медфарм. Про ПК Медфарм у нас, кстати, есть даже отдельное видео на стоп-пирамиде, посмотрите, кому интересно, до 22% годовых. Вот так вот, на секундочку. Инвестиции? Инвестиции, конечно, в хайповую тему. Медоборудование, медбизнес, медфарминдустрия. Почему бы в эпоху пандемии не вложиться, да? Почему для пенсионеров? Потому что газета бесплатная, потому что потребительский кооператив, там обещаются и страхование, которое якобы работает. Будет интересно зрителям, обязательно расскажу, почему не работает. И вот, пожалуйста, место, где есть пенсионеры, газету, которую возьмут, скорее всего, пенсионеры, и гарантированная доходность для, ну, скажем так, людей, которые понимают, которые покупают лекарства в аптеках, понимают, что они стоят дорого. И, так что, дорогие ребята, пирамиды есть для всех. Александра? Да, вот очень интересно про страхование вот эти вот формы организации пирамиды, да, потому что вот сейчас то, что вы мне сказали, так на слух я воспринимаю, инвестиции в медицинское оборудование, 22% годовых, страшного я не услышала ничего. Ну, то есть вот из рекламы, чтобы меня сразу же вот как-то прямо насторожило. Вот формы этой самой организации пирамид, какие они бывают, и вот про страхование, я думаю, многие. Ну, раз Александр иначе говорит по ПК «Медфарм», самая интересная история, и тут как бы дьявол в деталях. Дело в том, что потребительский кооператив не поднадзорен Банку России. Кредитно-потребительский кооператив, да, жилищно-накопительный кооператив, да, а вот потребительский кооператив нет. Поэтому, господа, аферисты бегут в такие, знаете, тихие гавани, где нету контрольных, надзорных органов, где нет финотчетности, да, ну, вот там, жестких финнормативов, где, ну, вам достаточно пообещать, что мы все обложим в «Медфарм-индустрию». А когда вы спросите, а вот нужно мне показать, куда именно инвестируют мои деньги, вот реальный результат, да вы что, это же коммерческая тайна, а вот как инвестор вы, в принципе, обязаны это спросить и вам обязаны это ответить. Ну, мы все понимаем, раскрытие информации для инвесторов должно быть, это обязательное правило. Какие еще бывают пирамиды? Ну, вот раз у нас пандемический год, 2020, неплохо подвести какой-то итог, вот хороший он или плохой? Ответ, он не хороший, не плохой, он просто иной. У нас произошла, так называемая, слом тренда. Если раньше было огромное количество оффлайн-пирамид, огромное, ну, вот, примерно две сотни финансовых пирамид ежегодно Банком России пресекаются. В 2020 год это примерно 220 финансовых пирамид. Считайте так, что если наши зрители каждый рабочий день будут искать пирамиду, они найдут. Поэтому 220 финансовых пирамид, и это не считая, ну, скажем так, нелицензионные Форекс-кухни, да, которые вот в официальной статистике там идут по отдельной категории. Поэтому это очень много. И если уж я начал говорить про пандемический год и слом тренда, то тут нужно сказать, в общем-то, наверное, такой топ-5, да, особых историй схематоза такого пирамидального в отношении пандемии. Так вот, наверное, на первое место я бы поставил бы, наверное, обещание компенсации. Очень много разных, даже не зарегистрированных компаний звонок на телефон, какой-то сайт, да, сообщение из мессенджера говорит о том, что вы можете получить компенсацию за что угодно. За то, что вы стали жертвой финансовой пирамиды, за неиспользованный отпуск, за потерянные авиабилеты, за то, что вы стали жертвой ковида. То есть вот за все эти вещи можно получить компенсацию. Да, люди откликаются. Первая история обмана. Вторая история обмана. Ну, надо сказать, что мы действительно жертвой финансовый пирамид выплачиваем компенсации, поэтому обращайтесь в федеральный фонд за счет профилактики. Вторая история. Ну, например, мы все понимаем, что люди остались дома, и у многих действительно начались проблемы с заработками, а у многих, в принципе, и долги, и обязательства, и может быть даже ипотека. Вы представляете, сидит человек дома и понимает, что вот а завтра надо что-то заплатить. И понятно, люди начинают искать, где заработать. И тут появляются так называемые государственные платформы для заработка. Это вот, наверное, топ второй. Кем угодно созданы? Газпромом, Илоном Маском, Павлом Дуровым. Кстати, у нас здесь же есть отдельное видео, кому будет интересно про такие особые пирамиды, как их расчленять. называется это «Гагарин Инвест». Посмотрите, на стоп-пирамиде замечательное видео получилось, но вам обещают тысячу долларов в месяц, и это доходность до конца вашей жизни. То есть главное просто подписаться и платформа все сделает за вас. Третья история, ну, наверное, наверное, было бы правильнее сказать про инвестиции. Псевдоинвестиции, ну, вот, как я уже сказал, фарминдустрия, лекарства, вакцины, фармбизнес, закупка оборудования. Для наших зрителей было бы интересно узнать, что была такая история «Смарт Байерс». Буквально вот в течение, по-моему, января месяца закончилась это вот первомедальный проект. Обещали замечательную доходность. По-моему, я могу ошибиться, но, по-моему, речь шла о 30, о 120 процентов в год. По-моему, 60 процентов. Ну, не суть важно. Главное, что рекламировали девушки-блогеры из Инстаграма. И, в общем, в одной республике весьма активно поработали, и за несколько месяцев число пострадавших достигло 70 тысяч. А для небольшой республики Кабалдино, Балкария, это весьма большая цифра. Опять же, хайповая идея нет бизнеса. Чтобы сейчас, 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 Ну, и, наверное, еще четвертый проект, это универсальная пирамида Афинника, мы говорили. Такие есть и долгожители проекта. Кстати, буквально в эту субботу вышло видео про пирамидный проект, такой долгожитель. Посмотрите, я сейчас специально не буду говорить о его названии, но посмотрите на стоп-пирамиде, даже интересно, что подумают, что решат и дадут и комментарии ваши подписчики Александра. Ну, и последнее, я завершаю пятую ступень, адвокаты дьявола. Это юристы, которые обещают вам вернуть ваши деньги, оказать вам совершенно сумасшедшие юридические услуги за совершенно сомнительные юридические действия. Ну, например, дать вам консультацию устную, описать вашу проблему с точки зрения действующего законодательства, написать три несущественных письма в налоговую инспекцию, в Банк России, президенту, и тем самым обещают решить ваши проблемы. Ну, соответственно, за это получают приличные деньги. Деньги вернуть сложно, поскольку юридические услуги вам оказаны. Насколько они были для вас нужны, наверное, не очень. То есть, этот человек пострадал в пирамиде, посел в гугл так, юрист, который меня спасет от пирамиды, и попадает на следующее финансового мошенника, который еще раз его обувает, другому не сказать. Александр, это называется обмануть второй раз. Поэтому люди действительно обманывают уже обманут. Ну и, скажем так, третья прослоечка, раз мы такой тот из пяти слоев навертели, вишенка вот прям на самый топ, это ваши персональные данные. Попав в финансовую пирамиду, вы расстаетесь с частью ваших персональных данных, поэтому мошенниками ими поделятся, продадут, и ваша дверь будет стучаться пятый, десятый, двадцатый раз до тех пор, пока, в общем-то, не используют на вас весь свой арсенал. Поэтому третья, это последняя и самая важная вот черри он топ, это, конечно, персональные данные. Поэтому, дорогие, будьте бдительны, не давайте ваши персональные данные никому. Даже вот раз мы сейчас начнем говорить про социальную инженерию, вот контраргумент социальной инженерии, вот поставьте себе такой запрет, да, я больше никогда не буду отсылать свои паспортные данные, сканы паспорта, скрины, неизвестно кому, чтобы оформить договор. Даже, может быть, это была допропорядочная фирма, может быть, даже это был хороший человек, но он потерял телефон. Вместе с его телефоном были фотографии вашего паспорта, и вот тут появляются такие риски, больших проблем для вас. А все начиналось так вот невинно, и вы просто, ну, чтобы не ездить по пять раз в одну и ту же фирму, ну, просто переслали фотографии своего паспорта. К сожалению, вот такое бывает. Марат, давайте вот все очень поспрашивали про конкретно Финика. Расскажите, пожалуйста, много кто не знает, я думаю, вы везде про них рассказываете уже, но вот много кто не до конца понимает их принцип работы, много кто пишет, а я знаю друга-друга знакомого, который получил машину, ипотеку, там, по 30% ему закрыли и кэшбэка, но получал. Вот общее, да, что они обещали, что они реально давали, и что сейчас у них происходит. Напомню, что заведено уголовное дело, да, по этой, что вот очень долгое время нельзя было доказать, что они реально занимаются мошенничеством, сейчас все, заведено уголовное дело, и мы можем называть их уже, там, подсудимыми потенциально. Мы можем сказать, что в данный момент против них возбуждено уголовное дело, и, скорее всего, идет расследование. Мы понимаем, что это пирамидальный проект, то есть, вот, чтобы наша была позиция понятна, мы считаем, что это пирамидальный проект. Об этом мы четко сняли и видео на СтопПирамиде, будет интересно, посмотрите, но вот те комментарии, которые обычно оставляют, вот то, что вы сказали Александру, что вот, да нет, это хорошая компания, они платят. Ребят, да, может быть, сейчас и платят. Платят для того, чтобы вы принесли на следующем месяце, ну, то, что вы получили, плюс еще немножко, да, там, взяли кредит, там, что-нибудь продали и что-то принесли еще. В надежде получить это еще раз. Финника уникальна тем, с декабря они, по-моему, не платят уже. Декабря, мне кажется, не платят. Понимаете, ну, на самом деле, современные пирамиды могут и вообще ничего не платить. Почему, ну, а зачем? Известность мы набираем. Кстати, чтобы было зрителям понятно, Финника сейчас собирает примерно по 100 тысяч запросов в интернет-поисковиках по своему имени, ежемесячно. Это уровень кэшбэри. То есть, примерно у кэшбэри на пике было 120 тысяч в месяц. Поэтому Финника пирамида большая. Пирамида 2020 года. Уголовное дело заведено. Расследование проводится. В чем уникальность Финника? Во-первых, это универсальная история. Универсальный пирамидальный проект. Целые три забойные истории. Первое, ну, собственно говоря, вы можете инвестировать. Инвестировать вам обещают доходность от, по-моему, одного процента до трех. На процент в день. На самом деле неважно. В некоторых видео Кирилл Доронин рассказывает про, что их доходность доходит до пяти процентов в день. Вот, Александр, чтобы вам было понятно, что такое три процента и вашим зрителям. Три процента в день с ежемесячной капитализацией. Если, например, мы продали квартиру за сто тысяч долларов, то через год вот таких инвестиций вы получите примерно сто девяносто миллионов. А через два года вы станете самым богатым человеком в мире. Вы обгоните и Илона Маска, там все время лидерство меняется. Так, сейчас Марат у нас, надеюсь, обратно подключится. Немножечко связь, 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 связь потерялась. Это все пройски. Напишите, пожалуйста, что у вас есть, что вы меня хотя бы видите, слышите, потому что Марат у нас к сожалению отключился. Сейчас подключимся обратно. Сейчас попробуем подключиться обратно. Вот так вот происки финика отключают интернет. сейчас мы сделаем попробуем. Надеюсь, что у нас подключится Марат заново. Да, пирамиду слышали, отключили собеседника. Пока Марат подключается, давайте расскажу вам о том, вообще, что за компания финика, что она конкретно предлагала. То есть у них есть три основных таких проекта. Первое, это они говорят, что дайте нам деньги и мы будем вам давать доходность 2% в день на протяжении всего времени, которое они у вас будут. Второе, это они предлагали, предлагают до сих пор своим вкладчикам значит возврат, вы можете взять кредит, автокредит и выплатить только 30%, вы можете взять ипотеку и выплатить только 30%, остальное все там вам будет компенсировано компания. И третье, это кэшбэк. Кэшбэк на уровне 30% с любой покупки. Не может Марат к нам обратно присоединиться по какой-то сейчас по какой-то причине, сейчас еще раз попробуем. вот, это то, каким образом пирамида о, Марат возвращается, сейчас мы еще раз будем пробовать. Так, еще раз возвращаемся. В течение какого срока можно обратиться в фонд? Вот сейчас мы это дальше будем осуждать. Хорошо, а то мы уже подумали, что все, финика вас в офис приехала и вам выключила интернет, чтобы нам про них несколько комнат на финики. А финикицы, к сожалению, у них сейчас есть чем заняться. Хьюстон у нас были технические проблемы. Да, я пока рассказала, что у них была история с кэшбэком, автокредитом, выданным и ипотекой, что они предлагали инвестировать деньги и дальше завлекать партнеров методом сетевого маркетинга, приглашая своих друзей и знакомых, которые будут инвестировать то, что да, деньги, а вы еще из них будете получать доход. В общем, золотая жил, честное слово, прям прииск золотой, который можно было найти в этом году. В чем сейчас у них история происходит, каким образом разворачивается дело, как доказывается перемедальность этого проекта? Во-первых, Александра, вы практически все рассказали, и мне практически нечего, за исключением. У Финика было еще две забойные истории. Это за 35% погашения вашего кредита, то есть такая по классификации признаков, по классификации признаков, по классификации Банка России по финансовым пирамидам, это раздолжитель, такой вот есть термин, когда вас освобождают якобы от вашего бремени долгового. и за 35% стоимости вам вы можете стать владельцем машины, квартиры, в общем-то весьма дорогостоящих активов, назовем это так. Поэтому людей, которых не цепляли инвестиции, ну, их цепляла, в общем-то, обыкновенная товарная пирамида в виде получения квартиры или машины, ну, или история с раздолжительством. Поэтому финика исключительно такая универсальная пирамидальная вещь. Поэтому такое большое количество запросов. Да, дело уголовное заведено, и расследование ведется. Я подозреваю, что это будет пирамидальный проект 2020 года. То есть это будет действительно большая история, много людей пострадает, и пока люди могут, должны они подавать соответствующие заявления. выдавать заявление? Ну, мы говорили немножко раньше. Поэтому ждать уже больше не стоит. Скорее всего, если, как вы говорите, Александра, выплат больше нет, значит, ну, вас жестоко обманули. Значит, это уже не 172.2 уголовная статья, а именно по этой статье было зафиксировано право нарушения, так называемой антипирамидной статьей. Вы уже можете писать обновленную статью 159, мошенничество. Поэтому, к сожалению, финикийцы крепко сели на мель. Так что, ничего, конечно, хорошего в этом нет, но попробуйте хотя бы вернуть часть своих денег. На самом деле, людей жалко, людей жалко. И вот мы говорили про, скажем так, группу риска, ну, вот ваша подруга, которая успешно пытается разместить свои деньги в пирамидах, хотя... не моя подруга, подписчица, не надо. Как я уже говорю, это нормальная история, все люди разные, есть финансовая материя, как мы говорили, 15% россиян, есть и другие показатели, ну, например, есть серийные вкладчики финансовых пирамиды, и это примерно около 10% россиян. Есть люди, которые доверчивые. 10% россиян являются серийными вкладчиками, то есть они один раз попадают, второй, третий, и это 10%. То есть это 18 миллионов человек. Я украл термин Герман Оскарович, он говорил про серийных вкладчиков, но вот есть и серийные вкладчики финансовых пирамид. Поэтому да, хорошо это или плохо, ну, наверное, сейчас это хорошо. Чтобы было зрителям понятно, в 90-е годы от известных пирамид таких, пирамидозавров, МММ, Хаппер Инвест, Русский дом Силинга, Властелина, пострадало до 25 миллионов россиян. Ну, то есть, ну, считайте, сколько это? Это порядка, получается, ну, больше 10% россиян, то есть 20% россиян. И это большая цифра, поэтому есть такая группа людей, которые стали финансовыми, жертвами финансовых пирамид, и они готовы, не могут выйти из этого круга и считают, что вот следующие пирамиды, да, у меня будет реванш, я знаю, когда выйти, я все знаю, я отыграюсь. Ну, и, к сожалению, опять случается печальная ситуация. Поэтому таких групп достаточно много. для примера нашим зрителям назову еще одну, например, так называемые неработающие люди, да, то есть вот люди, которые в поиске работы находятся, или, допустим, молодые пенсионеры, которые вот вышли на пенсию, но готовы еще поработать. Объявление на работу, да, приходят, заполняют анкету, и вы уже отдали свои персональные данные, вас обещают чему-то подучить, чтобы вы соответствовали полностью занимаемой должности. Действительно проходит какое-то обучение, потом открывается какой-то демо-счет, и вас неожиданно приобщают к этой истории с вложением денег, и попробуйте поиграть, а потом, да у вас дар, у вас дар, вы можете сами реально зарабатывать своим умом. Ну и человек лишается потом всех денег, которые скоплены на задолгую трудовую деятельность, или даже взятые кредиты, поэтому, опять же, повторюсь, персональные данные тоже могут являться таким активом, который человек может, ну скажем так, случайно поделиться, и потом стать еще раз жертвой генерации. вот такие... Прямо перебью, потому что вы сейчас назвали схему, которая сейчас раскручивается в том числе в Инстаграме, мнение рассказывало несколько моих подписчиков. Суть в том, что СММ-маркетологи выстраивают таргет на людей, подписанных на инвестблоги, ну то есть вот они выстраивают таргет на моих подписчиков, и там такое заявление, что хотите ли вы попробовать работать трейдером. Значит, вас приглашают в действительно реальный офис, и дают вам некий демо-счет, на котором в течение двух дней у вас реально получается разгонять там потрясающие форекс-доходности. Ну то есть вам просто подсовывают заранее запрограммированную игру, которую вы выигрываете, делаете супер-доходность, после чего вам говорят, смотри, как у тебя классно получается, мы тебя берем на работу, вложи сюда там 3 тысячи долларов, и значит, давай зарабатывай на них. Вот вы эти 3 тысячи долларов теряете, он говорит, ну у тебя же хорошо получалось, вот ты у нас работаешь, мы тебе сейчас дадим супер-плечо, потому что ты на нас работаешь, мы сейчас на твои 10 тысяч вложенных долларов дадим тебе плечо x500, чтобы ты быстро отыгрался, да, и человек уже там отнес 13 тысяч долларов. Это просто я к тому, что вот это вид финансового мошенничества, это тоже, да, правильно, пирамидальный можно называть это проект, ну пирамидальный не совсем правильно, но финансовое мошенничество, которое вот сейчас можете увидеть любой человек, это технически вас реально как бы приглашают на работу. Вот это такой... Я бы сказал, это знаете, такое троянское обучение, которое... Моя история. Да, я вижу. Жалко, что это ваша история. На самом деле тут есть еще один такой небольшой нюанс. Все подумают, ну а что вы туда пошли учиться? Между прочим, часто у этих организаций есть лицензия на образовательные услуги. И вот об организации, которой я, в принципе, часто достаточно говорю, известный такой проект, не дай памяти, но досусть, сейчас вспомню, скажу, у этого проекта была действительно лицензия Департамента образования города Москвы, и у людей не возникало вообще никаких иллюзий о том, что они пришли в допорядочный учебный центр, так называемый псевдообучающий центр, и им оказываются образовательные услуги, через месяц-другой, глядишь, и счет открыли действительно, и потом вы начинаете торговать, а потом выясняется, что вам помогут специальные гуру, человек, обученный волк, за долю вашу будет торговать. Ну, правда, интересна не доля, а ваши деньги целиком. Доказать потом что-либо сложно. У людей не договор образовательных услуг, не договор инвестирования, ну, то есть тут совсем ничего. Может быть, есть транзакции, поэтому, как бы этот кран не звучало для наших зрителей, оставляйте финансовый след. То есть вот, да, я деньги перечислил, но не в руки отдал, да, вот с банковской карточки на банковскую карточку, да. По крайней мере, остается хоть какая-то доказательная база, куда ушли деньги, и их действительно отдали. Поэтому, ну, это печальная история, но псевдообучающий центр это прям вот бич. А бич, и людей обучают, правда, не совсем тому, что им хочется, и, как известно, это выгодно не ученикам, а учить. Марат, давайте, чтобы чуть-чуть подводить итоги, мы уже час с вами общаемся почти, что. Расскажите, пожалуйста, вот, чтобы все понимали, как к вам обратиться, по каким вопросам можно к вам обратиться, в каких случаях к вам обращаться. Если я вот пострадала год назад от пирамид, могу ли я к вам сейчас обратиться 10 лет назад, или вот, если я сейчас нахожусь в пирамиде, могу ли я к вам обратиться. Что вы же полезного людям делаете, вот так вот, давайте. Значит, теперь, как говорится, обычно это называют вкусняшки, лайфхаки, да. Смотрите, полезность нашего видео первая, да. Если вы пострадали от финансовой пирамиды, от фонда вы можете получить компенсацию. Сейчас мы выплачиваем компенсации практически по 600 финансовым пирамидам. Шесть сотен финансовых пирамид, включены в реестр фонда на компенсацию. Их достаточно много. Где посмотреть? На сайте fedfond.ru. Значит, открывайте, смотрите перечень организаций. Если вы там находите свою организацию, добро пожаловать на регистрацию фонда. Куда обращаться? Либо наш непосредственно фонд, либо в стол полномоченных организаций фонда практически во всех субъектах Российской Федерации. Поэтому, если ваши сейчас подписчики начнут писать, из каких городов они нас смотрят, я готов прокомментировать по ходу дела. Поэтому, нашли свою организацию, добро пожаловать к ученикам. Это раз. Если вы попали в тяжелую жизненную ситуацию, ну, то есть, допустим, вы стали потенциальной жертвой, у нас есть специальная кнопка. На сайте стоп-пирамида есть такая кнопка стоп-обман. Нажимаете кнопку, там выпадает форма, кратко описываете свою ситуацию, юристы, специалисты фонда придут вам на помощь. То есть, у каждой из случаев индивидуально, а каждая помощь индивидуальна. Поэтому, пишите, если что-то случилось. Это вторая. Исплатная юридическая помощь по вопросам финансового мошенничества, которое могло произойти. Да, вот, еще раз, не нужно идти в интернете искать какого-то адвоката, запоминаем вот конкретное место, куда можно обращаться. Более того, не надо искать никакого адвоката. Если вас обманули, вы заполняете заявление в полицию, для этого не требуется адвокат. То есть, вы это делаете самостоятельно, как вы считаете нужным. Естественно, с теми оговорками, чтобы это не было повествование, как я шел по улице и вдруг. Это должно быть с конкретными фактами, чтобы человек мог потом расследовать это правонарушение. Идем дальше. Я сказал про финансовую помощь жертвам, я сказал про правовую помощь людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Ну и третье, это, назовем такое, лекарство предотвращения попадания в эти ситуации. То есть, финансовая грамотность, финансовая культура, финансовая бдительность. Вот поэтому мы сделали портал СтопПирамида, где в доступной форме мы пишем о недобросовестных практиках, о мошеннических практиках. И поэтому вот сделали даже отдельный канал на YouTube СтопПирамида, пожалуйста, подписывайтесь, где разматриваем исключительно действующие проекты, которые могут нанести ущерб. Поэтому дисклеймер, имейте в виду, что это проекты действующие, вы можете пострадать. Но по этим проектам вы можете увидеть, как работают признаки недобросовестности Банка России в отношении финансовых пирамид. Самая лучшая история это практически. Поэтому три простые вещи. Финансовая помощь, правовая помощь, ну и финансовая культура. Марат, спасибо вам огромное. Давайте в завершение, может быть, у вас какие-то слова на путь на одну минутку или давайте с вами ответим еще на какие-то вопросы. Вот сейчас первые три вопроса, которые приведут в эфир, мы можем с вами ответить. Вот все еще раз просят повторить, откуда у фонда деньги. Мы в самом начале говорили, на кто-то присоединился. Откуда деньги волнуют больше всего? Честно, или вы деньги там дальше раздаете? До чего же ваши зрители, уважаемые, меркантильные, ну это действительно этим стоит поделиться. Я бы сказал, это легендарная история. Обычно говорят, на российском финансовом рынке не заработать. Вот очень сложно. Это действительно сложно. Но вот фонд за 25 лет работы показал, я бы сказал, исключительные результаты. Чтобы вам было понятно в цифрах, мы получили от государства 540 миллионов рублей. Это было больше 20 лет назад. Мы из этих 500 миллионов рублей выплатили уже 2 миллиарда рублей компенсации. И у нас сформированы инвестпортфели, которые дают нам эту доходность. Вот откуда деньги? Это деньги, которые фонд зарабатывает ежегодно на финансовом рынке. При этом у нас жесткая инвестдекларация. Мы не инвестируем, инвестируем только в российские активы. Это активы весьма высокого кредитного качества. Поэтому можно получить различные и опять же оговорку, это только российские управляющие компании. Это топ-3 российских управляющих. Поэтому, я бы сказал, это такая, знаете, легендарная история. Да, за четверть века можно действительно и реализоваться как проект, помочь пострадавшим и не тратить на это ни одной копейки бюджетных средств. То есть, 20 лет, как я уже повторяюсь, мы не получаем бюджетных финансирований. Оказываем различные помощи людям, которые в этом нуждаются. Так вот, деньги от финансового рынка, поэтому, пожалуйста, инвестируйте, и это весьма хорошая история. ICN Холдинг, что-то знаете про таких? А давайте попросим наших зрителей поделиться сокровенным. Не на слуху, было бы здорово, если бы вы написали в комментариях про все ваши компании. Я думаю, мы посмотрим, что можно сделать, поинтересуемся, и я думаю, вполне можем про какие-то компании снять отдельное видео. Так что, уважаемые зрители, пожалуйста, пишите. Давайте попросим не в комментариях сейчас здесь, а вот сейчас мы выйдем из эфира, он сохранится, потому что здесь комментарии не сохранятся, и вот в комментариях к этому видео напишите пожалуйста список компаний, которые возможно вы считаете пирамидальным проектом, которые вызывают у вас подозрения, и я думаю, что дальше мы передадим вам мараз, чтобы вы, вас называют Робин Гудом, и чтобы вы дальше могли с ними разобраться. Вот начинают писать, Антарис, Эти Бонус, Гермес, свиста, щитами, Белиза, да, посмотрите последнее видео, у нас будет продолжение по такому долгожителю Bestway, судя по Life is Good, действительно, об этом мы тоже скажем, уже скоро в работе находятся. Насчет Робин Гудов не совсем согласен, там были Шервудские леса, и они отнимали все-таки у богатых и отдавали бедным, нет, мы ни от кого не отнимаем, мы в принципе то, что зарабатываем просто этим делимся, мы не коммерческая организация, поэтому, по-моему, это хорошая история, когда российские активы работают, да, я вижу, Гермес менеджмент действительно, и про это тоже будет, а Пабло, да, Эскобар, прямо у вас такой ник очень такой опасный, так вот, нет, не Робин Гудов, мы просто помогаем людям, мы хотим быть полезными, мы делаем это, и, в общем-то, наши показатели деятельности об этом свидетельствуют, что мы помогаем людям, это главное. Группа компаний ТИК, не знаю, возьмем проработку, на самом деле, Александр, поддерживаю вас, пожалуйста, уважаемые зрители, не сочтите за сложность, если вам понравилось то, что мы сегодня делали, пожалуйста, напишите в комментариях вот к видео, которое будет на Ютубе, как я понимаю, про эти компании, потому что жалко потерять столько информации, если мы, она вот будет... Мы обязательно тогда Роржин Галактика, когда уже пошли и у нас дальше в акции, ладно. Марат, спасибо вам огромное, я надеюсь, что этот эфир будет очень полезным, мы его сохраним и в Инстаграме, и выложим на Ютуб, и обязательно в комментариях к видео укажем все ваши контактные данные, будет здорово, если, во-первых, все подписчики перейдут на ваш Ютуб-канал, очень просто его найти, набираем в поисковике «Стоп пирамида», вот даже без ссылок до сего, и вы попадаете, там уже размещено порядка, ну, много достаточно видео со всеми разборами, и будет очень здорово, если вы будете делиться этой информацией с вашими друзьями и знакомыми, потому что сегодня вы слышали эту цифру, 10% россиян находятся в финансовых пирамидах, и это, конечно же, просто для меня сейчас ужасающая абсолютно статистика. Спасибо огромное, Марат, за то, что вы делаете на самом деле из-за вашей просветительской работы, это потрясающе. Александр, спасибо вам, и спасибо нашим зрителям, с вами было просто здорово, и прям вот замечательные вопросы. Будьте, пожалуйста, бдительными, не дайте нам заплатить вам компенсацию. Все, золотые слова. Спасибо большое всем, кто нас смотрел, всем до свидания. До свидания, Марат. Будьте бдительны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,